Вопрос у нас поступил. Но ведь написано у Маймонида, что можно молиться в мечети и нельзя молиться в церкви. Отсюда вроде бы следует, что ислам ближе. Ответ. Ответ. Заведомо по Галахе можно молиться на стадионе, но нельзя молиться в эфемистской синагоге. Из этого никак не следует, что стадион нам ближе, чем эфемистская синагога. Вопрос. Знала ли Галаха эфемистских синагогов? Разумеется, Галаха – это вещь, которая формируется в любое время. Поэтому сегодня имеется Галаха. Эта Галаха сегодняшняя, не у Маймонида, сегодняшняя. Просто привел пример Галахи. Разумеется, Галаха говорит и про эфемистскую синагогу. Почему нельзя молиться в эфемистской синагоге? Не потому, что она от нас дальше, чем мечеть, а потому, что молитва в эфемистской синагоге будет легитимацией эфемистского иудаизма. Чего делать совершенно, разумеется, нельзя в смысле религиозных церемоний. Поэтому молиться в реформистской синагоге или там в реформистской общине будет нельзя. А на стадионе можно, потому что молитва на стадионе не имеет никакого отношения к стадиону. В этом смысле в мечети молиться можно, а в церкви нельзя. Только потому, что в вопросе злопоклонства для еврея ислам не является злопоклонством для еврея, а христианство для еврея является злопоклонством. Но мы же не спрашиваем, что для еврея ближе. Мы спрашиваем, христиане или мусульмане нам ближе. И вот это действительно большой-большой важный вопрос. То есть, если вы спросите такой теоретический вопрос, теоретический, еврей обязательно хочет сменить религию. Или уйти в ислам, или уйти в христианство, что предпочтительнее. Вот при таком вопросе уйти в ислам будет предпочтительнее. Потому что ислам для этого еврея злопоклонством не будет, а христианство для него будет злопоклонством. Но если вы спросите, что лучше для еврея – уйти в христианство или в атеизм, то лучше ему уйти в атеизм, а не в христианство. При том, что это не значит, что атеизм нам ближе, чем христианство. Просто значит, что в смысле нарушения атеизм – это меньшее нарушение для еврея, чем стать христианином. Поэтому это не вопрос близости. Это вопрос меньшего нарушения. Это совсем другое дело. Но когда мы спрашиваем, христианство или ислам ближе к иудаизму, то мы спрашиваем не про евреев, мы спрашиваем про неевреев-христиан и неевреев-мусульман. Вот для неевреев-христианных нам, как религия, как система ценностей, взглядов, она к нам ближе, чем ислам. В этом плане. Теперь, сучку. Поэтому это утверждение Маймонида просто неверно понимается. Теперь, у Маймонида есть еще один вопрос. Он спрашивается, можно ли вести религиозные диспуты с христианами и мусульманами. Это некоторый глотический вопрос, который его спрашивают. И он говорит, что с христианами можно, а с мусульманами нельзя. Потому что с христианами у нас есть общая платформа. И мы и они признаем Танах. Поэтому у нас есть общий текст, общая платформа, и мы отличаемся только комментариями к этому тексту. А с исламом вести религиозные диспуты бесполезно. Потому что мы им говорим, что Бог заповедовал вот это, а они говорят, вы все обманываете. Бог заповедовал не это, а вот это. И поэтому, если они считают наш священный текст ложным, искаженным, то о чем можно с ними дальше дискутировать? Понятно. То есть с исламом у нас общие персонажи, а с христианством у нас общий текст про этих персонажей. И это несравненно более близкое. Я не знаю, имеет ли ислам 10 заповедей или 10 заповедей, не знаю. Но не это имеет значение, а то, что если он не признает наш текст, то тогда от нас гораздо дальше. Потому что ислам говорит, что Моисею была дана тара. Был такой Моисей, была ему дана тара, только евреи ее исказили. Был такой Иисус, ему было дано Евангелие, только христиане его исказили. То есть персонажей он признает, а тексты не признает. А вот христианство признает не только персонажей, но и тексты про этих персонажей. И вот это гораздо более важно. Нам важно не то, признают ли Авраама пророком или праведником. Нам важно то, кто такой Авраам. Если их Авраам совсем другой, чем наш Авраам, то какая нам польза в том, что они Авраама признают. То есть он не совсем другой, но в чем-то он другой. Поэтому признание персонажей – это гораздо меньше, чем признание текстов. Прямой Манида это я рассказал просто для иллюстрации того, кто ближе. Атеисты, мы разговариваем, но атеизм как система взглядов от нас, конечно, дальше, чем христианство. Разумеется, христианство ближе. Но если, хотя христианство ближе, если еврей будет уходить или в атеизм, или в христианство, то я бы предпочел, что он ушел в атеизм, а не в христианство. Понимаете, это не потому, что кто-то ближе, а потому, что это будет меньшим нарушением. Представление о яково-близости Иисуса.